Так, переходящий узор на крыльях бабочек Это еще одна очень интересная тема Бабочки в чем уникальны? У них 4 крыла, как у многих насекомых Так вот, у них и крылья эти покрыты чешуйками, которые часто окрашены Так вот, во многих случаях, опять же, не в большинстве Опять же, не в большинстве Но поскольку их 150 тысяч видов, то тысячи видов бабочек имеют такие узоры Когда линия на переднем крыле четко переходит на задние крыла И точность такая, что кажется, что это не случайно Возникает вопрос, а как это могло образоваться? Это могло образоваться только под действием какой-то силы Какая-то сила должна воздействовать Например, если художник, если я художник И хочу нарисовать красивую бабочку, я возьму и нарисую Это версия эстетического дизайна То есть происхождение, собственно, наверное, это такой факт Который не прямо, а косвенно, очень серьезно указывает Именно на эстетический дизайн бабочек Но можно придумать и объяснение в рамках современной теории эволюции Что это для чего-то ей нужно Или просто так случайно получилось Чисто случайно 150 тысяч видов бабочек Значит, может, там у каких-то чисто случайно просто вот так совпало Значит, давайте проверим Вот возможные причины Случайно просто получилось из 150 тысяч бабочек Результат внутренних законов развития крыльев Результат естественного отбора Результат полового отбора И эстетический дизайн Значит, первое, что напрашивается в отношении бабочек Это красиво То есть версия эстетического дизайна Что бабочки созданы кем-то Ну, кто либо самому ему нравится Либо он для кого-то там старался Вот Но с эстетической целью Это первое, что напрашивается Что бабочки красивые Но может быть по-другому Значит, версия Может быть просто случайно Да, действительно очень много бабочек Вот здесь я привел пример бабочек У которых никаких повторяющих Переходящих с переднего на заднее крыло Узоров нет Вот Но дело в том, что полно и других То есть тысячи видов бабочек В которых линии связаны Почему случайная версия не проходит? Вот, допустим, разберем Допустим, на крыле Условно выделим 10 областей И на них идет линия Да Условно на втором крыле 10 областей То есть все варианты состояния равновероятны Поэтому вероятность, что они совпадут Вот в этом месте, что они совпадут Это 10 на 10 Примерно 1 к 100 Вот Значит, а еще куда они завернутся Вот Допустим, вот, например Вот эта линия так пошла А потом вот эта вот так А она продолжает То есть это Ну, давайте тоже условно выделим 10 состояний А еще ведь эта линия Она может быть и широкой И вообще Вот, например, да Сейчас Вот Вот такая Пол крыла Черная Да То есть еще нужно, чтобы и вторая Переходила То есть получается там Примерно Ну, вероятность, что вот полностью совпадет Толстая линия И второй край тоже, чтобы совпал Вот Чисто случайно Это примерно 1 вид из 10 тысяч Получается, что из 150 видов бабочек Получается, что сколько там 150 видов Или А нет 15 Примерно 15 видов Такие должны быть Но их тысячи видов самых разных У которых есть такие переходящие взоры А еще когда линии вот такие тоненькие То вообще вероятность случайного совпадения Еще сильнее падает Еще есть множественные переходы Вот смотрите Раз Два Три Вот Вот скрыва на крыло Переходы Тут это вообще невероятно Тем не менее Мы это наблюдаем Значит То есть вероятность То есть про случайность Здесь говорить не приходится Должна быть какая-то сила Которая свела вместе То есть это либо Эстетический дизайн Либо вот Ну На первое место Сегодня Путев революции Какие-то естественные силы природы Какие-то могут быть естественные силы Еще раз То есть случайно не могу Может быть результат внутренних законов Развития крыла Может быть результат естественного отбора Может быть результат полового отбора Значит Вот это нужно все Приходится рассмотреть Вот Если бы например Окраска заднего крыла Просто повторяла Окраску переднего крыла Генетически То линии бы не переходили Почему? Потому что ориентация и форма Задней крылья в бабочке Не совпадают Ну сильно Серьезно Не совпадает С формой И ориентацией передних крыльев То есть Вот тут вот эта бабочка У нее все Все как должно быть Вот Одна полоса Вот такая же повторяющаяся полоса А понятно Что мы видим Очевидно Что линии не совпадают Это если бы просто Генетически Просто узоры крыльев Повторяли друг друга А мы видим вот что Мы видим Что линия точно переходит С одного крыла на другое При этом ориентация переднего крыла Совершенно другая Задние крылья Нацелены Больше вниз Вот Поэтому чтобы линии совпадали Вот Ориентация этих линий На переднем и заднем крыле Должна быть совершенно другой Вот здесь Посмотрим На переднем крыле Начинается от края И идет под острым углом Вдоль крыла А на заднем крыле Чтобы линия продолжалась Приходится эту линию вести Почти перпендикулярно Направлению заднего крыла Вот Значит А это проблема То есть Дело в том Что у насекомых Крылья Образуются Закладываются Независимо Разливаются Независимо Это уже достаточно выяснилось Даже Видео сняли Надо будет найти Эту статью Научную статью Где прямо было заснято Видео Формирование Рисунка На крыльях бабочки Хорошо видно Что вот например На задних крыльях Рисунок начал формироваться В то время как На переднем крыле Еще даже Никакого рисунка нет Они независимы Вот Вот здесь тоже Ну вот это более поздняя стадия Это более ранее Здесь видно Что рисунок Уже глазки проявляются На заднем крыле В то время как На переднем Пока рисунка нет Вот Ну это и То есть это невозможно Здесь должна быть Своя программа Здесь своя программа Реализация рисунка Вот Более того Крылья у бабочки В куколке В свернутом состоянии То есть вот В свернутом Значит А совпадают они Только когда Разворачиваются крылья И причем бабочка Принимает определенную позу Вот например Вот Если она приняла Определенную позу Бабочка У нее будут Совпадения Линии А вот если она Например Поджала Чуть-чуть Передние крылья Все Уже нет Совпадений Вот То есть Получается Что Это точно Не вариант Общих Общих законов Развития крыла Я еще В этой бабочке Вот покажу Часть Часть нижнего крыла У нее скрыта Под верхнем Вот На той части крыла Которая скрыта Под верхнем Вообще Никакой лидии нет То есть Это очевидно Что Никакого Элемента Эмбрионального Эмбрионального Заклона Какого-то Здесь нет То есть С разных сторон Как ни крути Во-первых Крылья образуются Независимо Друг от друга Задние и передние И узоры На них Образуются Независимо Вот А во-вторых Мы даже Прямо Видим Что там Где Где отсутствует Наблюдатель Нет узора Вот Значит Или вот Например Вот Когда Подолерий летит У него Узоры не совпадают А вот Когда он сидит Да Действительно У него совпадающие узоры Переходящие С крыла На крыло Вот они Причем И с нижней стороны Крыла Тоже это происходит То есть Получается Что нам нужно Отмести Вот Сейчас покажу Вот А когда Множественные Совпадения Так это Я говорил Уже Вот Получается Что мы должны Ну Должна Отбросить Случайно Получается Результат Внутренних Законов Развития Крыш Вот Остается У нас Результат Естественного Отбора Что это Какая-то Сила Давления Естественного Отбора Сформировала Или Это Результат Полового Отбора Значит Да Действительно То есть Можно Подумать Что Вот Такие Повторяющиеся Узоры Это Расчленяющая Окраска Вот Я для примера Габонскую Гадюку Здесь Показал Которая Сама По себе Очень Красивая Змея Но В естественных Условиях Она Буквально Растворяется То есть Вот Эти Все Линии Расчленяют Ее тело Получается Расчленяющая Окраска И Она Становится Очень Мало Заметной В живой Природ Вот Может Быть Эти Линии Вот Которые Такие Они Делают Бабочку Незаметной Но Значит Дело В том Что И Эта Версия Тоже В данном Случае Не Проходит Почему Ну Тут Тут Даже В общем То Исследований Не надо Достаточно Посмотреть На Разнообразие Видов Бабочек Во-первых Очень Много Видов Бабочек Ярких Заметных У которых Все равно Есть Переходящие Линии Вот Например Подолири Еще Могу Привести Пример Вот Значит То есть Они Яркие Заметные Бросающиеся В глаза Но При этом У них Переходящие Линии Значит Но Самый Главный Факт Что На самом Деле Расчленяющая Окраска Не требует Точного Совпадения Линии Достаточно Пятен Даже У тигра Они Вот Одна Линия Вот Другая У него Прекрасная Окраска Расчленяющая Но Правда Он для нас Хорошо Заметный Он Ярко Рыжий Ну Рыжий Откровенно Рыжий Но Для Каких Нибудь Оленей Кабанов Которые Дальтоники Дехроматы У него Прекрасная Окраска Вот Маскирующая У него Никакого Совпадения Линии Нет Почему Это Легко Объясняется С позиции Теории Дарвина Они Не нужны И так Расчленяет Тогда Зачем Бабочкам Сводить Вот Эти Линии Вместе Совершенно Непонятно Вот У Очень Многих Животных Вообще Просто Пятна Этого Достаточно Для сравнения Вот Например Березовая Пятница Вот У нее Крупным Планом Пятна Неправильной Формы Вообще В природе Очень Мало Правильных Граней Правильных Форм Линий Поэтому Любая Правильность Скорее Привлекает Нима Нужны Какие-то Рваные Неправильные Формы Вот Она Маскируется Среди Лишайника На Березе У нее Превосходная Расселяющая Окраска Вот Например Это Бабочки Из рода Плутодес Я их Плохо Знаю Только На Картинках Видел Поскольку Это Бабочки Тропические Но Они Интересные Очевидно Что Расчленяющая Окраска Хорошая Но Мы Видим Что Бабочки С неправильной Формы Окраски Но Есть Бабочки Плутодес У которых Абсолютно Геометрически Точный Переход Сзади На Переднюю Крывую Вот Причем И Коричневый Переход Совпадает То есть Какая Сила Вот Этот Переход Осуществляла Абсолютно Точный Геометрический Точный Переход Совершенно Неясно Потому Что И так Хорошо У них Прекрасная Окраска Так Даже Немножко Похоже Будет Ну И Наконец Тут Все Так Можно Там Особо Убежденные Дарвинисты Будут Говорить Ну Может Быть На Какие Доли Процентов На Сам Дель Скорее Потому Что Еще Раз Говорю В Природе Правильные Сочетания Линии Это Редкость Вот Но Точно Окончательно Мы Сказать Не Можем Поэтому Можно Даже Взять Еще Ночных Бабочек Например Та же Бабочка Орденская Лента Если Перевернуть Мы Увидим Что У нее На Нижней Стороне Крыла Тоже Совпадающие Линии Переходящие С Переднего Крыла На Заднее Дело В том Что Ночные Бабочки Вообще Не Поворачиваются Не Показывают Никому Нижнюю Сторону Крыла Как Правило Это Очень Большая Редка Чтобы Они Кому То И Показали Получается Что Вот Эта Часть Бабочки Не Предназначена Ни Для Кого Тем Не Мы Видим Что Узоры Переходящие Вот Значит Получается Что Версия Покровительной Расчленяющей Окраски Тут Тоже Не Проходит То Можно Можно Еще Вот Еще Один Аргумент У Многих Видов Бабочек Эти Линии Которые Переходят С крыла На крыло Они Не Контрастны Они Плохо Заметны Вот Тут Вообще Плохо Заметны То Чтобы Окраска Была Расчленяющая Линии Должны Быть Четкие Темные Темные Контрастные Линии Но Мы Видим Что Значительного Числа Бабочек Линии Не Контрастны Вот Это Тоже Противоречит Версии Расчленяющей Окраски Можно Конечно Подобрать Кучу Бабочек Которые Там Например Маскируется Под опавший Лист И У нее Идет Полоса Тут Мы Можем Сказать Ну Это Теория Естественного Отбора Да Ну Хорошо Тогда Если Мы Претендуем Что Теория Естественного Отбора Объясняет Все Факты Живой Природы Тогда Почему Она Не Объясняет Вот Эти Факты Хотя Тут Есть Лазейка Можно Предположить Что Это Как Б Наследие Прошлого Эволюционного Что Раньше Эти Линии Были Яркие А Сейчас Они Потускаме Эволюционных Потомков Но Еще раз Говорю Во-первых Расчленяющая Окраска Не Обязана Быть Такой Чтобы Точно Переходила Длинная Линия Отсюда Сюда Как У Тигра Она Может Вот Здесь Здесь Она Может Где угодно Пройти Все Равно Это Будет Расчленяющая Окраска Это Во-первых Во-вторых Значит Она Не Обязана Быть Правильной Она Может Быть Неправильной Это Я Уже Сказал А В-третьих Она Есть С Нижней С Нижней С Ночью Летит Ну Я Не Знаю Только Летучим Мышам В основном Которые Охотятся На Звук Значит Вот Еще Пожалуйста Вообще Еле Еле Видны Линии Вот Удивительно Множительные Совпадения Вот Очень Тоненькие Линии Раз Совпадение Два Переход Причем На Туловище То же Самое То Есть Это Как Должны Работать Точно Гены Чтобы Эти Линии Точно Совпали Вот То Есть Это Очень Серьезная Должна Быть Какая То Гены Хорошо Работают Вот То Есть Работа Генов Конечно Удивительно Но Чтобы Вот Эти Линии Совпали То Есть Это Нет Такой Силы Вообще Считает Что Такие Белые Бабочки Они Маскируются Под Птичий Помет Но Если Мы Посмотрим На Реальный Птичий Помет То Он Не Требует И так Резюмируем Переходящие Узоры Имеются У многих Ярких Хорошо Заметных Бабочек Что Делают Расчленяющие Окраски В таких Случаях Неправдоподобных На самом Деле Для Расчленяющей Окраски Не требуется Несовпадение Линии И даже Самих Линии Вполне Достаточно Просто Пяти Неправильной Формы Совпадающие Линии У целого Ряда Ночных Бабочек Наблюдаются На нижней Стороне Крыльев Хотя Они Практически Никому Не Попадают Не Показывают И Совпадающие Линии Нередко Неконтрастны В хоть Да и два Заметных Что Делает Версию Расчленяющей Окраски Опять Неправдоподобной То есть Данные Варианты Объяснения Я Понятно Что Я тут Нудно Все Перечисляю Но Вот Такая Наука То есть Куча Может быть Возможных Объяснения И все Нужно Отсечь То есть Это не Результат Нутренних Законов Развития Крыльев Случайно Получилось И не Результат Естерского Отбора Тогда Может быть Последний Вариант Результат Полового Отбора То есть Что Линии Совпадают Потому Что Там Например Самки Нравится Чтобы У самца Линии Совпадали На Крыльях Дело В том Что Я уже Об этом Много Раз Говорил Бабочек Очень Плохое Зрение Вот Поэтому Значит Вот Эта Бабочка Так Видит Одна Бабочка Другую С расстояния 7 Сантиметров То есть Уже Многие Мелкие Детали Узора Западают Вот Это По-моему С расстояния 18 Сантиметров Уже Она Ничего Не Видит То Получается Что Значит Версия В то Что Линии Совпадают Потому Что Там Самка Какая Придирчивая Попалась Она Уже Достаточно Сама По себе Смешная Но Может Вдруг Там На близком Расстоянии Как-то Значит Взаимодействует Ну И Здесь Во-первых У многих Видов Бабочек Они Просто Когда Самец Ухаживает Он Быстро Теребит Крыми Вот То Есть Там Линии В этом Положении Даже Если Бабочка Видит Она Может Видеть Фасеточные Глаза Они Во многом Хуже Они Очень За руки Посеточные Глаза Насекомых Но Зато Они Лучше Видят Движение Вот То Есть Она Может Видеть Эти Линии Но Линии Это Будет Не Совпадать Вот Ну Есть Реальные Результаты Насколько Бабочкам Нужны Но Опять Ж Это Конкретной Бабочкой Бархатницей Значит Вот Это Проводили Бауреат Нобелевской Премии Проводил Эти Исследования 50 тысяч Экспериментов Поставил Вот Это Бархатница Самец Они Проводили Разными Моделями Но Сначала Они Наблюдали Просто В природе За Кем Летит Кого Начинает Преследовать Самец Бархатницы Думая Что Это Его Самка Вот Это Все Виды Конкретные Виды Животных За Которыми Пытался Лететь Самец Бархатница То То Он Из-за Птицы Летел Из-за Козой За Осой Совершенно Очевидно Что У Бабочек Очень Плохое Зрение Если Самец Бархатница Летит За Осой Или За Синицей Преследую Ее Как Самку Совершенно Очевидно Что У Него Очень Плохое Зрение Все Равно Можно Возразить Может У Этого Вида Вот Так Да Вот Этот Вот Ну Ладно Не Буду Читать Это Потом Можно Сделать Вот Но Тогда Возникает Вопрос Опять же Возвращаемся Опять К ночным Бабочкам Вот У них Опять На нижней Стороне Крыльев Есть Переходящий Узор Который Они Точно Не Показывают Если Показывают Если Начинают Махать Линии Перестают Совпадать Возникает Вопрос Что Что Сводит Опять Какая Сила Сводит Вместе Эти Линии Это Да Это Мелкий Факт Кажется Редкий Случай Чтобы Вот Так Четко Линии Переходили Например Цветов Такого Нет Нет Таких Ну Я лично Не Нашел Может Кто-то Найдет Кто-то Цветовод Хороший Но Я Не Нашел Такого Цветка У Которого Бы Вот Такой Образовался Целостный Узор По Всем Разным Частям Тела И Последний Довод Дело В том Что У некоторых Гусениц Вот Например Гусеницам Точно Не Применимо Понятие Полового Отбора Поскольку Это Личинки Бабочек Они Не Размножаются И Тем Не Не Вот Пожалуйста Переходящий Взор По Сегментам Идет Но Тут Я Уже Не Уверен Тут Это Нужно Пытать Эмбриологов Чтобы Спросить Тут Нужна Специальная Сива Или Не Нужна Здесь Тоже Тут Чередуется Но Вот Окончание Этой Линии Вон Виде Точек Переходит На Следующий Сегмент Гусеницы Что Тоже Интересно Тоже Вот Такие Переходящие Узоры Мы Видим То есть Получается Что Скорее Всего Это Ну Свероятно Там 99.9% Что Это И Не Результат Плавого Отбора Вот Остается Единственная Версия Эстетический Дизайн Кто С Этим Не Согласен Ну Пожалуйста Напишите Имеющихся Версий Ну Здесь Можно Поспорить Давайте Подискутируем То есть Какие Что Я Упустил Вот В Этих Версиях А Если Есть Еще Какая Причина Которую Лично Я Упустил Может Еще Кто Придумает Как Еще Может Быть Как Еще Можно Объяснить Почему Линия С Переднего Крыла Переходит На Продолжение следует